Рад представить вашему вниманию новые нити, которые сертифицированы и появились на российском рынке. Это нити, выпущенные Денисом Анатольевичем Груздевым, называются GT Trend, которые мы сейчас будем устанавливать непосредственно нашей замечательной сотрудницы, нашей постоянной пациентке. Сегодня у нас будет проведено нитевое армирование. Это I-образные ниточки, спрятанные внутрь конюля на основе полимолочной кислоты. Конструкция, в принципе, уже достаточно известная, но особенность данных нитей – высокая длина и большое количество полимолочной кислоты. Те, кто занимается нитевой имплантологией, прекрасно знают о том, что количество всегда переходит в качество. Чем больше ниточек, чем больше векторов у нас установлено, тем меньше нагрузка на каждую нить, на каждый фиксирующий элемент, на каждую насечку. Но, естественно, мы понимаем о том, что насечкам надо за что-то держаться. Мы никогда не знаем полностью плотность ткани наших пациентов, даже тех, кто ходит к нам регулярно. Да, мы понимаем, что ткани у кого-то более плотные, у кого-то менее плотные, но насечкам надо за что-то держаться. И чем более плотные те элементы, за которые цепляются насечки, чем больше этих элементов, за которые цепляются непосредственно насечки, тем меньше нагрузка на каждую насечку, на каждый элемент собственной ткани, за которые цепляется насечка. Отсюда, опять же, увеличивается надежность фиксации ниточек, улучшается и продлевается достигнутый результат. Я не буду делать полностью разметочку по все щечки. Себе обозначил ключевые точки, куда мы непосредственно будем двигаться. И несколько векторов для того, чтобы потом легче было их смывать. При постановке армирующих и лифтинговых нитей мы проводим инфильтрационную анестезию. Это самый неприятный этап. В любом случае мы стараемся сократить максимально революционный период, и поэтому стараемся сделать анестезию по возможности без синячков. Перед любой процедурой нитевой коррекции мы подготавливаем процедурное поле. Это подзревает накрытие стерильным бельем. Для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы наши замечательные пациенты не рисковали вероятностью появления воспалительных процессов. То есть, когда у нас накрыт стерильный столик, когда доктор соблюдает все правила асептики и антисептики, вероятность воспалительного процесса многократно снижается. Верообразная методика постановки нитей не является каким-то новшеством. Используется уже на протяжении многих лет и показала свою высокую эффективность с минимальным реабилитационным периодом и с надежностью фиксации в мягких тканях. Особенность данной процедуры заключается в использовании большого количества нитей. Как я уже говорил, количество всегда переходит в качество. И использование нитей из чистой полимолочной кислоты. Чем больше в составе нити полимолочной кислоты, тем больше стимуляция выработки коллагена. Более плотный соединительно-тканный каркас формируется вокруг, собственно, ниточки. Отсюда лучше и дольше достигаем результат. Попутно улучшается структурное состояние кожи. При прохождении носогубных складочек мы корректируем их не только, натягивая мягкие ткани или приподнимая их, ну и прижимая выступающую область носогубной складочки. Как вы видите, здесь есть небольшая ямочка, но эта ямочка обусловлена тем, что у меня стоит жесткая конструкция в виде металлической конюльки. Когда я удалю эту конструкцию, ямочки у нас не будет. Армирующие нити ставятся в большем количестве. Как вы видите, мы поставили с каждой стороны достаточно большое количество векторов. При этом натяжение каждого вектора относительно небольшое, но в совокупности они создают хороший эффект при поднятии мягкие ткани, при этом нить не испытывает повышенной нагрузки. При открытии рта дополнительная нагрузка, связанная с движением челюсти или мимикой непосредственно пациента, будет незначительно усиливать нагрузку на насечки, а большое количество нитей, большое количество насечек позволят удержать мягкие ткани в нужном положении и нивелируют риск срыва при пересечении мимически активных зон. На другой бачок. Даже если вы не планируете проводить какие-либо инвазивные процедуры, нитевые, а хотите достичь максимального результата лифтинга, пойдя к пластическому хирургу, подготовить кожу к операции тоже будет не лишнее. Придите к косметологу, проведите ряд подготовительных процедур, и, естественно, после пластической операции хорошо бы провести ряд реабилитационных процедур, что улучшит не только и усократит реабилитационный период, но и эффективность, собственно, самой операции. А также, и надо забывать о том, что проведя лифтинговые процедуры, надо максимально поддерживать длительность эффекта от них, используя другие эстетические процедуры, которые улучшают состояние непосредственно кожи. То есть сразу после процедуры вид такой припухший, но не страшный. Все явления временные. Продолжаем наша процедура. Мы не первый раз делаем одновременную постановку нитей и проведение микроиголь ШТОРФ. И были съемки по этому поводу, но еще раз повторюсь, тем, кто скажет, что после нитей нельзя давить на ткани. Мы просим ограничить механическое воздействие, не массировать, не подпирать ручками, не открывать широко рот, не заниматься спортом, не спать на щечке. И при этом вы видите, как интенсивно я надавливаю на щечку аппликатором непосредственно данного аппарата. Вопрос в том, что я знаю, в каком направлении, как можно в данной ситуации надавливать на ткани. Все мои движения направлены на то, чтобы не нагружать дополнительно насечки от нитей, а перемещать ткани в момент давления в сторону зоны лифтинга. Поэтому я не опасаюсь за то, что при надавливании как-то могу сместить нити, ослабить их натяжение. Много аналогичных аппаратов на рынке существует. Разная у них эффективность. Нам нравится именно данный аппарат за счет многофункциональности, за счет того, что он дает надежный, хороший, прогнозируемый результат. И высокую степень безопасности в работе. Итак, мы закончили сегодняшний цикл процедур. Сделали нитевое армирование нитями на основе полимолочной кислоты в щечную скловую область. С каждой стороны поставили по 11 векторов. Провели микроигольчатый РФ области лица с захватом нижних век, носика. Проработали подчелюстную зону с дополнительным усилием на уменьшение объема жировой клетчатки, хотя вроде бы особо его не видно. И, естественно, обработали область шеи микроигольчатый РФ, потому что лицо мы очень часто улучшаем, мы поддерживаем его, и при этом забываем о том, что шея также стареет, декольте стареет, кисти рук стареют. И когда рядом зоны, выглядящиеся с значительным диссонансом, то есть более маложавая и более возрастная кожа, соответственно, это приводит к тому, что наши замечательные пациенты начинают комплексовать. Поэтому мы всегда обращаем внимание на соседние зоны и предлагаем заниматься не только той проблемой, которая вас к нам привела, но и другими проблемами. Поддерживать хороший внешний вид надо не только в области леса, но и в области других частей тела. До новых встреч в стенах нашей клиники! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok